Сегодня модно быть диджеем. Веселые бесконечные тусовки. Внимание девушек! Вот и я решил сегодня сменить профессию. Наушники, диджейский пульт и чувство ритма. Вот необходимый минимум для того, чтобы начать карьеру коллеги Пола Ван Дайка или Тиесты. Хотя сперва можно использовать оборудование и подешевле. Это можно делать в домашних условиях, но единственное, нужен наставник, который объяснит, как это все работает. Можно воспользоваться программой такой, как виртуал-диджей, трактор и постигать разы диджей-культуру на этой программе. Работа диджея сводится по сути к тому, что из нескольких музыкальных треков он виртуозно создает единую композицию. На словах все звучит просто, но выполнить это на практике удается не сразу. Здесь у тебя играет основной трек. Этот трек ты готовишь. Готовишь по скорости. Значит, смотришь на дисплей основного трека, смотришь, сколько BPM на готовящемся треке. Видишь, что 125. То есть нужно взять ручку бич, вот эта ручка бич, она изменяет скорость трека. Два трека никак не хотят играть в едином ритме. Возникают паровозы. Так на языке диджеев называют несовпадение по ритмическому рисунку. Сильные доли в музыке не сливаются, а будто бы бегут и наступают друг другу на пятки. Раз, два, три, четыре. Когда из колонок зазвучит то, что не будет резать слух, когда ногой вы сможете отстучать ритм, не похожий на аритмичную чечетку, переходим к следующему этапу в обучении. Определяем момент, когда лучше соединить или, как говорят диджей, свести два трека вместе. Здесь тоже есть определенные тонкости. Правильное сведение – это при помощи квадратов. То есть нужно прочитать квадрат. Квадрат – это четыре раза по четыре. Просчитав этот квадрат, можно запускать новую композицию. Оказывается, стать дирижером электронного оркестра не так-то просто. Чтобы свести два трека, мне потребовалось десять занятий. Кроме сугубо технических навыков, есть еще много творческих, хитрых приемов. На диджейском пульте есть уйму кнопочек и светодиодиков. Фейдеры, кроссфейдеры, эквалайзеры. Сразу не разобраться, в какой момент, какую ручку, как быстро и в какую сторону крутить. Для того, чтобы трек перешел один в другой, и это было незаметно для танцующих людей, так скажем, нужно пользоваться эквалайзером. Это высокие частоты, средние частоты и низкие частоты. В основном диджей использует низкие частоты. У основного трека, заканчивающегося, убирается низкая частота. И таким образом безбалезненно происходит переход одного трека в другой. Чтобы стать публично за диджейский пульт, нужно провести много времени тет-а-тет с техникой. Тот, кто хочет стать диджакеем, обязательно им станет. Кто, если не мы?